Какую-нибудь куколку хочешь? Да. Ну давай. Вика у нас будет писать. Чтобы сбылись все заветные мечты, нужно сделать красивый конверт, написать письмо и оставить его под ёлкой, уверена Вика Медведева. Девочка старшая в семье. Сестра Алиса и брат Димы ещё не выучили алфавит, поэтому именно она рассказала Деду Морозу, какие подарки дети хотят получить в Новый год. Не забыла пятиклассница и о пожеланиях. Я бы хотела им пожелать видеть побольше писем, которые написаны детьми, которые хорошо себя ведут. Ещё я бы им пожелала, чтобы у него всё было хорошо, ну и побольше радостных моментов ему. Для семьи Медведевых главный зимний праздник – долгожданное событие. Подготовка к торжеству всегда начинается заранее. Вместе с детьми Анна уже украсила дом и нарядила ёлку. Каждый год, мне кажется, мы всё раньше и раньше готовимся. Потому что я люблю новогодние атрибутики. Мне всё нравится, хочется быстрее уже праздника. Не хватает снега, климат поменялся, поэтому не хватает немножко. 18 ноября главный новогодний волшебник будет отмечать свой день рождения. Во Владимире в преддверии праздника в парке культуры и отдыха «Дружба» установили почтовый ящик. Все желающие могут отправить Деду Морозу открытки и письма. А ещё для зимнего волшебника можно сделать сувенир своими руками. Все желающие, кто хочет поздравить Дедушку Мороза за веру в Новый год, за его подарки, за праздник каждый год, написать ему поздравительные открытки, письма, какие-то поделки могут прийти и отпустить в этот почтовый ящик. А 18 ноября на празднование дня рождения мы его откроем торжественно, сделаем выставку, почитаем все эти поздравления, а потом отправим Дедушке Морозу в Великий Устюг. Почтовый ящик стоит около здания администрации во Владимирском парке «Дружба». Деду Морозу уже написали около ста владимирцев. Екатерина Старикова, Елена Павлова и Олег Маньков. Губерния, 33.